Политика на стадионе. 27 июля. Стамбул. Матч квалификации Лиги чемпионов. Украинская киевская «Динамо» забивает первый гол ворота турецкого «Фенербахче». Но вместо гула разочарования трибуна турецких болельщиков взрывается криками «Владимир Путин». Если в эти условную тысячу поместить 10, 20, 30 заводил, которые будут кричать «Путин», то все остальные, скорее всего, будут повторять за ними, даже не думая, что они кричат. Потому что в толпе ваша личная ответственность, она размывается. И наступает коллективная ответственность. Несмотря на победу, главный тренер «Динамо» Мирча Луческу отказался участвовать в послематчевой пресс-конференции. Обсуждение неподобающего поведения турецких болельщиков не прекращается до сих пор. Хуже всего, что мы на это среагировали. Ну, кричали себе, так пусть кричали. Понимаешь, а сейчас это все разнеслось по всей Европе. То есть они свои цели, в принципе, достигли. Резонанс они подняли. То, что они там опозорили клуб, за который болеет в Турции очень много людей. То, что они опозорили вообще футбольную составляющую Турции, это им наплевать. УЕФА уже инициировала рассмотрение дела против турецкого клуба из-за скандального поведения фанатов. Если УЕФА очень жестко накажет, тогда мы будем понимать, что больше таких провокаций не будет. Если УЕФА закроет глаза, то эти провокации будут повсеместно. Сам футбольный клуб прокомментировал скандал спустя сутки. Фенербахча заявили, что клуб не может отвечать за реакцию, которая может возникнуть на трибуне во время матча. И вообще, клуб и фанатов нужно разделять, как спорт и политику. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть наше сообщение, которое мы передали всеми нашими официальными каналами. Война – это не храбрость, это трусость. Нет войне. Но факт остается фактом. Никто не ожидал услышать имя Путина от граждан дружественной страны. В матче квалификации Лиги чемпионов болельщики Фенербахче скандировали имя президента России Владимира Путина, а болельщики киевского «Динамо» – ВСУ. ВСУ победили Владимира Путина на турецком поле со счетом 2-1. Дали тумаков в Турции, дадут и в Украине. Советуем турецким фанатам быть на стороне победителей. Так почему же на самом деле болельщики турецкого футбольного клуба скандировали имя президента России? Понимаем эмоции и волнения, которые испытывает каждый болельщик во время такой напряженной игры. Но никогда не поймем слова поддержки российскому убийце и агрессору, который сознательно истребляет украинцев и уничтожает нашу страну. Вчерашние неприемлемые действия некоторых фанов Фенербахче нас глубоко огорчили. Даже у футбола, который так любят в Турции, есть свои пределы. Конечно же, вероятность того, что разочарованные болельщики Фенербахче просто хотели насолить украинским футбольным фанатам, исключать нельзя. Но пользу от футбольного скандала получила Россия. А то, как эту историю подхватили российские средства массовой информации и пропаганды, и как за эту историю уцепились российские пропагандисты, ну да, это уже однозначно сознательное волевое использование этой истории для достижения определенных пропагандистских целей. То есть они там представляют это как, вот смотрите, турки поддержали кремлевского карлика. Теперь гадать, откуда растут ноги, не приходится. И смотрим на Фенербахче. Это один из ведущих футбольных клубов Турции, насколько я понимаю. Один из самых богатых футбольных клубов Турции. И совершенно точно, что у них большая армия фанатов. И в эту армию фанатов абсолютно без проблем могут интегрироваться какие-то там агенты влияния России, которые, понятное дело, что болельщики разных футбольных клубов, они во время матча там друг друга оскорбляют. Это вот такая традиция футбола и околофутбола. В данном случае это оскорбление несет конкретно политический характер. То есть у него есть конкретный заказчик. Кстати, на кричалках на стадионе скандал не закончился. Фанаты турецкого клуба перешли в Инстаграм и атаковали аккаунт московского «Динамо». Под публикацией московской команды пользователи из Турции оставили около тысячи комментариев в поддержку России и президента Путина. Российская пропаганда сейчас как раз и настроена на то, чтобы раздувать антиукраинские настроения, на то, чтобы разрушать консенсус среди цивилизованных стран мира в пользу Украины. Это была целенаправленная акция или же турецкие болельщики просто перепутали клубы? Непонятно. Я считаю, что конкретно была провокация. Она была подготовлена российскими спецслужбами. Они были, скажем так, коррумпированы, несколько участников этого процесса, который называется болельщики Фенербахча. И в любой ситуации, как бы ни складывалась ситуация на футбольном поле, это мы бы услышали. Теперь же инцидент лично прокомментировал и глава турецкого Фенербахча Али Коч. Мне кажется, что такие выкрики неприемлемы и необязательны, даже в моменты ярости. Но я осуждаю тех, кто пытается повесить этот ярлык на все сообщество Фенербахчи с ее 115-летней историей, и тех, кто пытается заявить, что 20-секундные выкрики были спланированы. Позиция Турции и Фенербахчи относительно этого вторжения однозначна. Какова эта позиция? Мы не разделяем ничью сторону. У нас есть украинские и русские игроки. Президент футбольного клуба поведение болельщиков осуждает. Но и извиняться перед украинской стороной смысла не видит. Зазывалы, они же могли прийти при его участии, грубо говоря. Ну, то есть, опять-таки, два варианта. Либо человек дурак, второй вариант, либо он является соучастником преступления. Мол, Украина сама во всем виновата. Турецких фанатов спровоцировали. Извиняйтесь теперь сами. Мы не будем извиняться перед Украиной. Пресс-секретарь МИД и посол Украины должны извиниться перед нами. Ваша просьба извиниться перед Украиной оскорбила клуб Фенербахчи. Это было приветствие, далекое от идентичности позиций и ценностей Фенербахчи. Что бы мы сделали? Мы должны были заткнуть людям рты? Фанаты других футбольных клубов из Турции в один голос. Восповедение болельщика Фенербахчи осудили и извинились перед Украиной. В Украине погибли сотни невинных людей. Фанаты Фенербахчи, играющего с украинцами, скандируют ООО «Владимир Путин» только потому, что он враг Украины. Мы опозорились перед миром. Спасибо. Но благо не все болельщики Фенербахчи разделяют мнение руководства клуба и фанатов со стадиона.